Почему все дела со скрипом? Ну, потому что интереса нету. Отдохнуть пора, пойти повеселиться, поднять там правую-левую руку, не знаю, сказать, пошли вы нахер, все дела, все проблемы, все-все-все, я хочу отдохнуть. И пойти поотдыхать, реально, сменить обстановку. Утром смотрела «Квантовое бессмертие», впечатлилась очень. Да, ребят, всем советую найти ролик на YouTube «Квантовое бессмертие», либо у меня есть на канале в статьях, либо в «Творении реальности», по-моему, есть тоже на канале, ссылка в профиле. Ролик идет минуты 3-5, я не помню сколько, ну вот вообще, ну, мизер. И там очень классно рассказано, почему мы не можем умереть, мы вообще бессмертные, прикиньте. Еленчик, не ждать, нужно импульса на все, а надо идти и гулять, согласна. У меня как раз вчера был эфир, не, он был позавчера ночью, о том, что вы живете не по импульсу. Жить по импульсу, это захотелось, вы берете и делаете. Понятное дело, что первые шаги сначала будут вдохновлены, а потом что-то как-то не по радости. Но нужно, блин, заставить себя найти в себе этот контроль над собой и доделать, блин, то, что вы хотите. Потому что включается лень и всякая хехерь. Вот, а когда вы говорите мне не по импульсу что-то делать, то вы живете не по импульсу. А надо говорить мне по импульсу и идти делать. А не ждать его, действительно. Я не могу выучить новый язык, но никак не могу сосредоточиться. А вот как раз-таки здесь надо учиться, как мы тренируемся в спортзале. Системности, контролю над собой, заставлять себя. Эти ресурсы для себя нужно использовать. Ребята, нужно жопу поднимать и заставлять себя реально делать. Если вы хотите добиться каких-то результатов, хотите учиться. Там, что там, английский язык, да, выучить? Ну, или новый язык. Надо заставить себя это сделать. Мы же маленькие дети были. Не умели когда-то читать, не умели писать, не умели ходить, не умели ложку держать. Да много чего не умели. Но было же желание научиться кушать, научиться говорить, научиться писать, читать. Мы учили по слогам, алфавит, пробовали тысячу раз эту ложку держать, пробовали тысячу раз встать, подняться, набить шишки через боль. Но мы вставали, блин, и пробовали учиться ходить. Родители поддерживали словами. Они за нас не ходили. Они за нас ноги не передвигали. Они за нас ложку не держали. Они просто говорили, делай, делай, делай. Пробуй еще, пробуй еще. Давай, 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 у тебя получится. Вот. И сейчас все наши желания у взрослых, как только появляются, сразу такая лень и апатия. Ой, мне не по импульсу, я не хочу, не буду. Короче, вспоминайте, когда вы были детьми маленькими, и как вы учились это все делать. Тогда со мной по-другому. Так. В меня влюблен мужчина, а мне кажется, я достойна лучшего. Ну, если он в данный момент рядом находится и что-то вам показывает, да, то, что вам не нравится, то он соответствует полностью вашему сейчас сознанию. Он же просто зеркало ваше. Если вы так думаете, надо, наверное, шаблон достойно-недостойно все-таки трансформировать. И рассмотреть в нем кайфушки. Ну, либо искать дальше. Вот это, что думать. У меня вообще вот этот последний эфир про отношения, как раз вот про это и было. Про достойное, недостойное. Что мы мужчинами и женщинами хотим закрыть свои дыры. То есть я хочу в мужчине найти опору и заткнуть дыру в своей жизни, когда я в себе не могу ее найти, да, чтобы он пришел и заткнул ее. И мы все время, когда хотим кого-то в отношении, мы хотим не для любви это, а чтобы что-то поиметь, закрыть какие-то свои затыки. И если вас спросить, для чего вам нужны отношения, вы обычно говорите первое, ну, я хочу, чтобы меня кто-то любил, там, тра-та-та. Но никто не говорит, я хочу кого-то любить. Вот, вы все хотите брать, никто не хочет давать. Непростые отношения с мамой, что проработать? С мамой отношения, ну, спросить, зачем я этого хочу, что мне не устраивает, почему мне не устраивает. Вытащить шаблоны, осознать эти шаблоны, найти силу там, которую вы подавляете. Что она вам транслирует, мама, что вы в себе не принимаете. Она же вам пытается показать те ресурсы, которые вы считаете какими-то ненужными и вообще думаете, что это какие-то недостатки. Вот, а нам люди вокруг все недостатки транслируют, что алло, обрати внимание, это все твои ресурсы, это твои таланты, которые ты не понимаешь сути, и поэтому думаешь, что это плохо, что это неправильно. Вот, но когда вы понимаете суть вот каждого ресурса, в жизни нету ничего, чего бы нам не нужно было. В жизни нужно все. И все, что вы считаете плохим и негативным и неправильным, вы просто не понимаете, для чего это нужно, и не умеете это использовать. Но как только рассматриваете, что вам люди транслируют, да, что вы не принимаете, как это использовать теперь можно, как свой талант, у вас конфликт исчерпывается, потому что вам уже не нужно будет наблюдать это, вам уже не нужно будет показывать, на что обратить внимание, потому что вы уже обратили внимание, начали использовать, превратили это в силу, все ваши недостатки, и все, и конфликтов нету. Конфликт это не принятие себя, это то, что вы пытаетесь разрушить, а это наоборот вам для созидания дано, но вы не понимаете, как это использовать. Нет эмоций, нет слез, Елена, Елена, давайте начните, вот как я начинала раньше. Не плакала с детства, для меня слезы это было что-то плохое, и вот это подавленные слезы, внутренний плач, это проблема с носом моя бесконечная была, потому что я вообще не могла выражать какие-то эмоции, я всегда была супер-мега-сильной, и меня зацепить вообще бесполезно было раньше, то есть поплакать это что-то очень ужасное для меня. И однажды мне один психолог в 2012 году, это уже, блин, сколько лет прошло, сейчас 21 год, да, 9 лет назад, она говорит, слушай, у тебя столько подавленного гнева, ты такая вся хорошая, вот просто капец, вот просто вся вот прям лапочка, вот столько подавленного гнева, поэтому у тебя там не складываются отношения, у тебя там проблемы с этим, с этим, с этим, с этим. Когда она мне это сказала, я говорю, ну как, я заставлю себя плакать, если я не умею, я плакала последний раз в садике, вообще никаких эмоций. И она мне посоветовала начать смотреть мелодрамы, откуда у меня сейчас и пошло, что в любое свободное время я люблю смотреть особенно корейские мелодрамы, потому что они там на такую рыдачку вызывают меня, я постоянно так рыдаю от каждой серии, вот, они там ругаются, я плачу, они целуются, я плачу, они там знакомятся, я плачу, они еще не расстаются, я плачу. В общем, я начинала с мелодрамы, она мне посоветовала, то, что начни смотреть фильмы, и вот именно про любовь, когда, сейчас скажу, мой любимый фильм «Спеши любить», я этот фильм пересматриваю, ну, как минимум, там, пару раз в год, и уже, не знаю, десяток раз точно его посмотрела, это мой самый любимый фильм «Спеши любить», когда девочка умерла молодая, там такая была любовь, и, блин, так жалко сейчас заплачу, ужас. Короче, этот фильм, если с него начнете, он начнет вызывать хоть какие-то эмоции, потом привыкнете плакать, и уже не будете подавлять вот это вот все, потому что нет эмоций, нет слез, это же, ну, представьте, какие шаблоны в вашей голове, столько подавленного, и вы не можете выражаться, а когда вы не можете выражаться, это же все сигналит потом болячками, болями, проблемы, там, ноги, колени, суставы, кожа херовая, там, волосы не растут, ну, или там, растут не в том месте, где надо. Вот, поэтому я считаю, что надо как-то выражать эмоции, учиться, не знаю, куча способов искать, но плакать необходимо. Запретные эмоции надо еще, наверное, поработать с регрессологом, который пойдет с вами искать ваши шаблоны, как бы из детства. Вот, детства-то у нас не было, это тоже, ну, воспоминания, созданные здесь и сейчас, но это просто подсказки нам, где копать, в чем искать. Поэтому идем с регрессологом в детство и начинаем вспоминать, где папа или мама, или, может быть, воспитатели, братья-сестры, или какие-то близкие люди, которые в авторитете для вас были, навязали шаблон, что показывать эмоции – это плохо, что плакать – это плохо. Лук резать начать, кстати, да. Ну, блин, лук все-таки не вызовет эмоции, поплачьте, отрезьте. Я думаю, здесь нужно какие-то более серьезные вещи использовать. Поискать, почему я не хочу плакать, почему я считаю, что выражать эмоции – это плохо, почему слезы – это плохо. Ну и вспомнить, кто вам это запретил, и когда это произошло. Туда сходить? Можно даже самому без психолога попробовать вспомнить те моменты, когда вам в детстве говорили «не плачь, закрой рот, не плачь, не ори». Вот вспомнить эти моменты, сходить сейчас к себе маленькому, да, и вот этим взрослым сказать «слушай, ты сама там закрой рот, не плачь, а я хочу и буду плакать», и представить, как вы там проретесь и проплачете. То есть сходить в детство к себе и попробовать вот эти шаблоны вернуть этим взрослым, пускай засунут их в жопу. И разрешить себе, то есть из детства разрешить себе, чтобы сейчас, как бы в будущем, будущее вот это поменялось, то есть воспоминания поменялись. С регрессологом это быстрее, эффективнее, хотя вы сами это можете сделать, попробуйте, короче. Мы где-то на курсе так делали, по-моему, у меня был женский бесплатный марафон, мы так делали. Так, есть старый европейский фильм «Стелла» про умирающую девушку и композитора. Вот, видите, сейчас накидаю вам тут фильмецов, посоветуйте фильм. С фильмами у меня беда, потому что я смотрю только длиннючие сериалы неделями, и сериалы, и люблю корейские. Сейчас подсела на индийские, и корейские сериалы «Дорама» называются, «Дорамы», а мне «Лакорны» еще нравятся, короче, эти тайские. Вот, короче, люблю что-то такое, где можно порыдать. Мне мама всегда говорила, поплачь, посышь поменьше. Мне тоже мама говорила, плакать не хотелось, я ржала. Вот, на самом деле лучше детям такое не говорить. Разрешить плакать, разрешить орать, разрешить эмоции вытащить. А что сейчас взрослые делают? Вот, например, ваша подруга пришла поплакаться. Что вы делаете? Какая ваша поддержка? Обычно она такая, ой, не плачь, пошли его нахер. Да, пошли его нахер, это хорошо. Вот, но не плачь, вот так лучше не говорить. Наоборот, прорыдайся давай, дорогая, давай вместе порыдаем. То есть нужно поддержку и сочувствие давать человеку и обрыдаться вместе, понимаете? Вот это вот не плачь, это вот антисовет вообще. А когда мы смотрим сериалы, мы здесь и сейчас, я да, не знаю, где вы. Кто-то смотрит сериалы и находится в думках о будущих каких-то делах, либо в думках, что приготовить на обед, или еще что-то. Я, например, полностью погружаюсь в фильмы и наслаждаюсь ими в моменте, в сейчас. Вот, кто-то так не умеет. То есть смотрите фильмы тогда для эмоций ваших и попробуйте сходить в детство и понять, вспомнить те моменты, кто и где, когда вам запретил эмоции показывать. Ну, в основном это воспитатели нас ругали в садике. А ну не плачь, а ну не дной, а ну не стой, а ну не иди, а ну не беги, а ну не делай. Ну, короче, постоянные запреты бесконечные. А вот это вот все откладывалось, шарманка. Как детей сейчас воспитывают, блин. Как сейчас не знаю, как тогда помню. Что одни запреты, блин, вообще, нельзя двигаться просто. В детстве у меня не было запретов на слезы. Хорошо, не детство. Вспомните, когда он появился. Может быть, это было не детство, может быть, это уже потом было во взрослении, когда там подростком были. То есть надо вспомнить первые моменты, когда вам начали запрещать это дело. Либо где вы сами себе запретили это делать. То есть, ну, вспомните, с чего-то же это началось. Мы же сами не родились с запретом на плач, на слезы, на эмоции. Это со временем где-то у нас появилось, что мы стали себе запрещать. Нелли, скажи, пожалуйста, у меня дома старый болеющий пес. Страшно жалко, что он мне говорит. Животные, это животное начало наше, наши инстинкты. Где-то вы не разрешаете себе, блин, опять же, проявляться вашим инстинктом. Либо впадаете в крайности. Инстинкты какие? Безопасность. Нам нужно чувство безопасности. Какие еще инстинкты есть? Боже, я уже все обидела. Забылась. Размножение. Пища. Включи, не знаю, надо крутить. У меня сейчас вообще мысля не идет даже думать о плохом. Мама в реанимации с ковидом. Думаю, как разобрать это. Любой разбор начинается с одного и того же вопроса. Для чего я это хочу? Какие выгоды для меня? Я это хочу, признаться себе. Я хочу, чтобы мама болела, я хочу, чтобы пёс болел. Мне выгодно. Я хочу, чтобы они умерли. Почему? Признаться себе в этом и разобрать. Вот эти ответы будут ваши шаблоны, с которыми нужно поработать. С этими выгодами. Мой муж смотрит только ужасы. Кровища, поножовщина. Ой, я тоже ужасы люблю. Раньше их много смотрела. Трэша в жизни не хватает. Слишком, когда все хорошо, нифига не хорошо. Хочется эмоций. Человеку нужен адреналин и эмоции. И поэтому каждый черпает этот адреналин по-разному. Кто-то себе делает нерешаемые какие-то вопросы, болезни, проблемы, чтобы с этим адреналином как-то пожить. А кто-то компенсаторные меры делает в виде быстрой езды. А у меня сейчас интернет пропадет, да, в туннеле. Либо в виде быстрой езды, либо в фильмах вот этих вот, которые адреналинчику прибавляют. Не хватает остроты ощущений жизни. Почему мой парень исчезает на время, потом возвращается, что не так? Вся проблема всех проблем в том, что вы эти проблемы ищете в других людях. А проблема вас, потому что вам себя надо спросить, а не его. Почему я хочу, чтобы он периодически исчезал, и почему мне это выгодно? И вот когда вы честно в этом себе признаетесь, вы поймёте, что с этим дальше делать. Когда вы понимаете причину, вам не нужно задавать вопросы мне и кому-то другому, как с этим работать. Если вы причину понимаете, вам очевидно становится. Ну да, потому что я вот хочу вот это, вот это, вот это, всё, очевидно. И парню уже потом не нужно будет исчезать, чтобы вам это показать, потому что он будет это показывать до тех пор, пока вы не поймёте. Но как только вы понимаете, у него уже нет причин, ну, вам показывает то, что вы уже поняли. Понятно? То есть он уже перестанет исчезать, либо исчезнет навеки. Два в одном. Либо так, либо так. Но исчезнет навеки тоже, это ваше желание, не его. Перестаньте искать причины в других людях. Ищите в себе. Мне хватает трэша, эмоций в жизни и плача. Смотрю фильмы, в которых всё хорошо и спокойно. Кому как. Вот, а я не могу вот этого спокойствия. А, Айгуль, смотри, тебе в жизни хватает этого трэша, да? Потому что ты этот трэш, который хочешь получить, ты его черпаешь из жизни. Но если ты начнёшь его черпать в прыжках с парашютом, с быстрой ездой, идти в перемены, в трэшовых фильмах, то тебе его будет достаточно, и ты в жизни его уже перестанешь черпать, понимаешь? То есть тебе адреналин нужен в любом случае. Но если ты его не берёшь от жизни, вот там, где тебе хочется, да, то тебе придётся создавать для себя проблемы. Вот, и в качестве компенсаторной меры, чтобы убрать свои проблемы из жизни ради адреналина, найди этот адреналин, блин, кайфовыми способами. Я как раз вот про это и говорю, то, что замените вот этот адреналин из проблем в прыжках в парашютах, например. Чего там, боитесь? Идите в свои страхи. Вот, я боюсь водить. Но я пошла туда, мне не понравилось. Я сейчас даже и не хочу это делать. Вот, но мне нравятся гонки, ралли, вот всякие вот эти вот картинги. Вот на них я катаюсь с удовольствием. Классный адреналин. Прыгать в тарзанки. Обожаю ездить в эти... Диснейленды на самых трэшовых горках кататься. Потому что адреналин, он реально нужен человеку. И, блин, хотите, не хотите, вы его будете получать. Не хотите по-хорошему, получите по-плохому. В виде какой-то говняшки из жизни.